Приехав в Воздвиженскую школу, Виктор Константинович Булавко по деловому прошелся по кабинетам, побеседовал с учащимися. Их здесь всего 40 человек. Классы маленькие, некоторые всего по несколько человек. Все они собрались на встречу с ветеранами. Виктор Константинович Булавко – ветеран Великой Отечественной войны, кандидат медицинских наук, лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в науке. Он был еще школьником, когда началась война. 22 июня я прекрасно помню. Это был солнечный день. Мы вышли на отдых, на окраине города жили. Отец натянул гамак, чтобы сестру посадить, покатать. И вдруг соседи говорят – началась война. Отец встал и ушел в военкомат. Мужчины вот такие грозные дни не ждали повесток в военкомат. Сами шли. И уже к часу дня немецкие истребители расстреливали вот эту большую, так сказать, группу мужчин, собравшуюся в военкомате. Вот так начался первый день войны. Через три дня отец приехал и сказал, что они уезжают занимать под Брестом недалеко, сюда, на восток. Там было укрепление для того, чтобы готовить оборону и встречать врага. Ну и потом только мы увидели отца в ноябре 45-го года. Отец служил в тяжелой артиллерией, а Виктор Константинович 12-летним мальчишкой был связным в партизанском отряде. Многие в Белоруссии ушли в партизаны. Его дядя работал на крупной железнодорожной станции, через которую шли эшелоны с фашистской техникой. Эти сведения от дядя юный партизан передавал в отряд. Булавка помнит о всех событиях войны. Если мы забудем вот это боли, что пережил наш народ, я просто хочу сказать слово, брат у меня двоюродный живет, сейчас в Санкт-Петербурге. Ему было 8 лет, его взяли и в Белоруссии в деревне такая, там, месечко парочек, у детей 8-9-летних брали кровь для того, чтобы лечить раненых немцев. Никто никого не считался ни с чем. Поэтому, если мы забудем про войну, возникнет новая война, что нам не желательно. Геннадий Михайлович Горбунов, ветеран Вооруженных сил России, был еще совсем маленьким в годы войны. Когда началась война, мне было 4 года, когда война окончилась, мне было 8 лет. Я помню окончание войны, как отмечалось. Я жил в Сибири, все были радостные, но салютов не было, потому что вообще их, когда не было, не существовало салютов. Не было стрельбы, потому что есть чем-то стрелять, все было взято на фронт. Не было демонстрации, потому что люди, ну, радовались, кричали, целовались, плакали, работали. Много сил потребовалось для победы, и много сил было нужно, чтобы восстановить разрушенную страну. Не было тетрадей. Мы писали на газетах, на обрывках, между строчками. Чем писали? Черни не было. Мы разбодили сажу водой. С 45-го года прошло 10 лет. Вот после этой страшной разрухи, страшной нищики. Ведь мужчины были почти все выбиты на фронте. Не было женихов, не было отцов, не было дедов, некому было работать. Работали одни женщины. И через 10 лет в нашем государстве, в нашей Ании появились первые в мире реактивные самолеты-стребители. Бомбардировщики, которые я учился в училище, мы уже изучал. Я в 55-м году поступил в Ватчинское училище после окончания школы. Через 17 лет после войны, после всех этих страхов, наш человек полетел в космос. Ребята готовились к встрече с ветеранами, читали стихи, пели песни. Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, прадедушка, он жизнь рисковал, чтобы опять запели в небе птицы. И стало небо голубым, и смех не укасалось, чтобы мне на белый свет родиться. Подрастающее поколение знает о войне из книг и фильмов, поэтому рассказы ветеранов особенно важны для этих ребят. И хотя встреча длилась полтора часа, еще многое осталось несказанным. Наталья Зайцева, программа «День города». Продолжение следует...